всем привет вы смотрите огненное тв недавно ко мне приехал огромный заказ на 700 баксов из магазина gearbest и я специально подождал пока приедет весь заказ чтоб распаковать все одновременно тут много различных инструментов и приборов которые мне потребуются в будущем сейчас я все покажу и скажу пару слов о каждом инструменте что я о них думаю ссылки на все показанные товары вы найдете конечно же в описании под этим видео начну с самого мелкого пакета это нож фирмы ganzo очень уж я люблю ножи и хотелось посмотреть на нож этой фирмы в комплекте идет небольшой мешочек ну и сам нож кто знаком с ножевой тематикой тот сразу поймет с какого ножа был скопирован дизайн сталь 440 c для рабочего ножа в принципе то что нужно сведен симметрично лезвие стоит по центру замок axis lock больше ничего не буду говорить про этот нож просто кину его на ежедневное ношение на карман и может в будущем расскажу свое мнение между делом в данный момент впечатление от ножа очень положительные это самый большой набор который я смог найти здесь отвертка с трещоткой и поворотной головой подвижный узел массивный и внушает доверие прям чувствуется что не хлипкий в комплекте идет также отвертка для мелкой механики гибкий вал для нее и магнитный удлинитель в комплекте очень много бит под все что только можно на вид они не выглядят пластилиновыми как мои предыдущие и вставляются биты в резиновый держатель поэтому они не будут выпадать из своих пазов комплект очень добротно сделан прям даже не ожидал стабилизированный источник тока наконец то регулирует он от 0 до 30 вольт и от 0 до 30 ампер нужно не забывать переключить его на 220 вольт перед использованием вот тут стоит предохранитель зная себя могу сказать что он тут не зря я подключил кусок светодиодной ленты для проверочки источник питания имеет быструю регулировку и медленную для более точной подстройки параметров питания с этим малышом мои возможности в электролизе гальваники и других экспериментах значительно расширятся полезнейшая штука тиски с шарниром стальную полосу в них не получит загнуть но со всякой мелочевкой можно работать в зажатом состоянии они очень даже прочно держатся и не болтаются у них имеется резиновое основание которое позволяет прилепить их на гладкую поверхность посмотрим как они покажут себя в деле на вид вроде нормальные должны жить токоизмерительные клещи поставляются в специальной сумочке этими клещами можно измерять токи большой величины до 1000 ампер некоторых экспериментах я работаю с такими токами и ничем кроме такого прибора их измерить не получится также заказал себе еще одни клещи но они рассчитаны на ток меньшей величины и должны более точно измерять токи в районе 20 ампер но я надеюсь эти клещи рассчитаны на ток не более 400 ампер но как показала практика они могут измерять ток даже более 500 ампер показания двух клещей отличаются на 12-13 ампер возможно малые клещи завышают показания так как не рассчитаны на такие токи но в будущем я с этим разберусь люксометр эта штука которая может измерять величину освещенности с помощью этого прибора можно измерить какая лампочка дает больше света на 1 ватт потребления а также можно измерить яркость плазмы в моей микроволновке и сделать этот эксперимент более научным шумомер прибор для измерения шума исходящего от ваших соседей в дневное время он не должен превышать 55 децибел а в ночное 45 децибел если во время очередного соседского концерта записать на видео показания прибора то это будет хоть каким-то доказательством того что у вас действительно шумные соседи ну или с помощью этой штухи можно соревноваться в том кто громче отрыгнется тоже полезно в принципе бесконтактный детектор напряжения незаменимая штука если нужно точно знать находится ли провод под напряжением и где в розетке фаза может работать со звуком и в беззвучном режиме красный чемоданчик не с красной кнопкой а сбор машинкой ну что про нее сказать работает обороты регулируются в чемодане всякие насадки и цанги все выглядит в принципе так как и должно выглядеть ничего удивительного но сложить обратно блок питания очень сложно я бы переложил бормашинку вместе со всеми насадками в отдельный пластиковый контейнер либо можно сделать конкретно под нее специальный чемодан в котором будут отсеки для насадок сама машинка сделана хорошо ух это просто шикарный комплект обжимка для наконечников со сменными плашками я работал похожей обжимкой фирмы вейд мюллер и стоит она как три таких комплекта вместе взяты но по сути конструкция та же самая и толщина металла в этой обжимки не маленькая так что работать она будет как положено и в руках не согнется посмотрите на эти плашки и ими можно обжать все наиболее часто использующиеся наконечники а вот эти для обжима кольцевых и вилочных наконечников все что нужно сразу в одном пакете в комплекте идет стрипер для зачистки проводов выглядит в принципе нормально но понять качество можно только когда зачистишь пару тысяч проводов только тогда становится ясно рабочий стрипер или нет а поначалу они все работают одинаково так что время покажет также тут есть отверточка для замены плашек вот эта штука недорогая и реально крутая это кабелерезы с ними можно забыть о том что бокорезами откусывают провода вот провод шестерка слегка подплавившийся от перегрузки кабелерезы его режут вообще безо всякого усилия даже сложены вдвое он перерезается без проблем но ими ни в коем случае нельзя кусать гвозди и стальные тросы только провода и это самый удобный инструмент которым я когда-либо пользовался со временем если что их можно даже подточить не проблема инфракрасный термометр измеряющий температуру аж до тысячи пятидесяти градусов нужно вставить батарейку и все готово этого прибора мне очень не хватало у меня много всяких горячих штук на канале теперь будет чем измерить их температуру а это мини токарный станок все детали снимаются двигаются взад вперед все можно легко подстроить под свои задачи отрегулировать в качестве рамы использован стандартный алюминиевый профиль и закладные под него можно вообще легко полностью его переделать и посадить на другую раму из покупного алюминиевого профиля таких профилей сейчас продаже куча разнообразных каких хочешь мощность движка 180 ватт ее хватит на работу с деревом но я думаю что и с алюминием он справится нужно будет сделать ему полноценный обзор и тестирование с моддингом но это польза а вот это настоящий сталкерский ключ от всех дверей с этим ключом все электрические щитки и закрытые туалеты в поездах распахнут перед вами свои двери лучше такой брелок носить на ключах а не какую-то там эйфелеву башню или еще чего похуже от этого брелка хотя бы толк есть весит он 54 грамма если кому интересно штангенциркуль который показывает десятые доли миллиметра у меня есть классический стальной штангенциркуль и новый циркуль не заменит его но как полезное дополнение точно пригодится когда хочется точнее что-то измерить хранится он в родном пластиковом футляре набор алмазных надфилей покрыты абразивом они только на половину но зато стоят они дешевле чем у нас стоит комплект надфилей вообще без абразивного покрытия цена на эти надфили очень заманчивая набор головок под шуруповерт очень очень полезная штука потому что ключами крутить это очень долго а шурупаном и затянуть сразу можно хорошо и скорость завинчивания в разы и возрастает и не нужно руки сбивать когда ключи срываются с одной стороны метрический комплект а с другой дюймовый дюймовые головки в принципе нафиг не нужны но однажды мне попались дюймовые гайки и открутить их было сложно без нужных ключей разводным ключом туда было не подлезть дюймовая размерная система вообще не похожа на нашу и посмотрите как болт м6 проскальзывает в одной головке и не помещается в другую головки не магнитные а это значит что гайка не залипнет внутри наборчик очень полезный а далее набор ступенчатых сверел наиболее часто используемые диаметры повторяются несколько раз и комплект рассчитан на разную толщину просверливаемых объектов такой комплект покупать выгоднее чем покупать новое сверло из-за того что малые диаметры сработались а большими еще можно пользоваться недорогой паяльник для того чтобы паять всякую мелочевку тонкое никелированное жало и регулировка нагрева жало сменное внутри стоит керамический нагреватель который служит гораздо дольше обычных и быстрее нагревается я уже успел им попаять и нагревается он реально очень быстро третья рука для пайки вроде все крутится все завинчивается все держится есть штука для держания паяльника и увеличительное стекло с подсветкой замучился я без этой штуки паять и решил что пора бы уже себе ее заказать это незаменимая штуковина пинцет с керамическими наконечниками обычно используется для работы со спиралями испарителей я уже восемь лет не курю но постоянно работаю со всякими горячими штуками так что этот пинцет найдет себе применение три вот таких простеньких стрипера дешево и сердито когда нужно снять изоляцию с одного двух проводов то это то что нужно механизм примитивный но он работает малый вес малый размер можно кинуть эту зачистку в карман рабочих штанов и даже не почувствовать лишний вес годный инструмент далее набор алмазных шарошек для бормашинки стоили они очень дешево у нас бы я смог купить только три штуки за эти деньги а тут целых 30 комплект из 50 войлочных насадок для полировки в пакете прилагается 5 вкручивающихся держателей одна такая войлочная насадка выходит примерно 2 рубля 10 нейлоновых щеток для бормашинки для чистки и полировки похоже чем-то на дротики фрезы по дереву и пластику скорее всего буду редко их использовать но в хозяйстве пригодятся точно например чтоб выточить удобную рукоятку для плазменного бластера снова комплект фрез по дереву и пластику для более тонких работ сделаны они не так качественно как предыдущие но работу я им все равно найду набор сверел по керамике и стеклу иногда это просто незаменимая вещь у этих сверел удобный хвостовик можно его ставить в магнитный держатель и просверлить самые труднодоступные места у нас за те же деньги можно купить максимум два сверла на 6 а тут целый комплект 50 мелких сверел просто за бесценок миллиметровые полторашки двушки два с половиной и три миллиметра в диаметре каждых по 10 штук как показывает практика все сверла тоньше трех с половиной миллиметров очень легко ломаются и я заказал сразу большую пачку вышло примерно 5 рублей за штуку я считаю это достойная цена три зенковки на 12 16 и 19 миллиметров в диаметре лучше использовать конечно только с деревом и пластиком но металл они тоже возьмут в принципе вот такая мега распаковка если есть вопросы по каким-то показанным инструментом или ножичку то пишите в комментариях в следующих видео когда буду работать этими инструментами я постараюсь на все ответить на этом все надеюсь получилось не сильно скучно до новых встреч пока